здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео сейчас мы будем листовать поросяток наших уже им два месяца и надо проглистывать обязательно альбиндазолом листанем значит альбиндазол средство хорошее с ним не страшно передозировку сделать поросятки никак не навредит им даже если как бы дозировка будет не вполне точно не надо знать точно вес поросят плюс легко использовать порошочек насыпали в еду и все распаковывай и перемешивай лучше всего утром листовать при этом вечером дать процентов 70 корма который дается обычно хорошо оторви и все вытащи и на утро где-то процентов 50 чтобы они хорошо съели были не очень сыты и хорошо съели все перемешивать обязательно тщательно перемешивать альбиндазол можно добавлять как в сухой так и в мокрый корм единственное нельзя его кипятком обдавать и нельзя смешивать с молочными продуктами что еще мясо после обработки альбиндазолом две недели тоже нельзя употреблять в пищу молоко по моему неделю но чем эффект наступит практически сразу если были заглистованы поросятки то гельменты пойдут там буквально уже там на второй день точно пойдут повторно обработка производится через две недели дозировка грамм альбиндазола на 10 килограмм веса поросяток можно листовать уже смесь с месячного возраста нельзя использовать альбиндазол и вообще листовать свиноматок нежелательно особенно в первый триместр когда уже проходит первых три месяца тогда можно там но нежелательно все равно нежелательно проглистовка свиноматок производится производится после того как она поросилась а можно когда она еще кормит при период лактации тогда и поросятки получат с молоком получат ударную дозу от листов лучше всего после опороса произвести это все или перед случкой еще ну как бы перед тем как поросят отнимаем и сразу обрабатываем альбиндазолом случаем ее и уже тогда на этих четыре месяца в принципе этого хватит времени чтобы если даже кто-то вам и заведется это будет не критично в принципе все повторюсь дозировка грамм на 10 килограмм веса давать лучше утром не смешивать с молочными продуктами с кипятком не использовать на беременных супоростных свиноматках поросят можно обрабатывать уже в месячном возрасте а ну лучше в принципе месяца полтора-два вообще идеально будет повторить обработку 14 дней и делать обработку свиней ну раз в три месяца хотя бы потому что он по-любому они происходит заражение и элементы начинают развиваться чтобы не давать им вырастать до огромных размеров чтобы они не угнетали животное в основном еще хочу добавить на фермах одно из самых заболеваний частых это элементы вот приезжает ко мне там айболит и он сразу глистовал и начинает если свинья там запаршивила на чего там это первое это что он рекомендует сделать проглистовать либо уколом либо альбиндозолом но альбиндозол в этом плане намного проще в использовании не несет никаких палубных последствий вот виновники торжества девчата таких мы этот самый альбиндозолим проглистолуем после вчера они получили меньше нормы сегодня еще меньше утром для того чтобы все съели я уйду конечно мешать не буду как видите началось хотя уж проглистовка обязательно не затягивайте с этим делом и не упускайте его потому что кормить элементов никак не повлияет на рост самих поросят вот этот белый наглый видите какой рыжиком убирают мелкий шакал в принципе все что я хотел показать по поводу дегерметизации подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комент всего доброго